Латвийская школа На городском уровне По словам местных организаторов Выигравшие участники отлично выступают в Риге Когда был первый конкурс Мы отвезли 21 ребенка И из 21 ребенка Мы привезли 12 мест обратно Второй раз у нас было 5 детей И четверо из них получили призовые места Но на этот раз Они количество участников уменьшили Поэтому у нас только могут Двое детей поехать Поэтому надеемся, что будет Два призовых места Девять участников встретились в зале управления образования Среди жюри были не только опытные педагоги Но и актеры Им предстояло выслушать речи конкурсантов на двух языках Большинство участников избрали русский и латышский В том числе и Анастасия Лабута По словам девушки Как и многие ее сверстники Она свободно говорит на этих языках Я в основном буду рассказывать о нашем времени О нашем информационном времени О этой эпохе И затрагивать именно такие аспекты И меньше как бы о своих Аспекты какие? Политика, экономика, общественная жизнь Именно о технологии И о том, как они помогают Или наоборот мешают нам В наши дни Алина Ануфриева тоже выбрала тему Современных технологий в мире Девушка отмечает, что сегодня Благодаря ученым и их разработкам Найдены варианты лечения заболеваний Которые еще несколько десятков лет назад Считались неизлечимыми В отличие от других конкурсантов Она единственная, кто подготовила речь Не только на русском, но и на английском языках Это мой любимый язык И я хочу его выучить полностью И потом разговаривать на нем Мне он очень приятен И я хотела бы, когда я вырасту Уехать, может быть, в Англию На несколько месяцев Говорить там Со сверстниками Это было бы мне очень приятно Членам жюри пришлось нелегко Но в итоге победу они отдали Алисе Олениной и Анастасии Лабуты В скором времени девушки отправятся в Ригу Чтобы отстаивать честь родного города На республиканском конкурсе Публичной речи Алисе Олениной и Анастасии Лабуты